И мы еще раз вместе скажем, как слышали здесь, два самых прекрасных слова «Слава Богу». А за что «Слава Богу»? Как пели в псалме, придет время, когда мы будем вечно славить Господа нашего Иисуса Христа. Это самое прекрасное будет в нашей жизни время. И помню, когда-то на Панского проповедовали, я рассказывал, что на небесах мы будем вечно славить Господа. И один человек подходит и говорит, вот интересно, неужели так весело будет вечно славить Господу? Неужели это не надоест? Ну и как-то я молодой христианин, и Бог дает. Вот у меня папа, мама, когда я маленький был, я всегда говорил, у меня папа самый сильный, мама самая красивая. И всегда я так говорил, мне никогда не надоедало. Это о земных родителях, тем более о нашем Боге. Здесь на земле мы получаем радость и благословение, когда славим Бога. И, конечно, когда славит наш язык, когда славит наше сердце, когда славит наши дела, а там в вечности мы будем в совершенной, как пели любви, славить нашего Господа. И Господь дал для нас особенную милость в этот четверг. Не всем так повезло или не все получат такое благословение, как мы на этом месте. Не знаю, вот на улице, наверное, жарко, на улице душновато, где-то, может быть, скучновато. А мы пришли в Дом Божий, и мы понимаем, что здесь хорошо, наверное, прохладно. И мы читаем, что в раю в прохладе ходил кто сам? Господь ходил, да. А в Библии мы читаем, где двое или трое соберутся, то будет сам Иисус Христос посреди этих людей. И, конечно, самая большая ценность и благословение этого вечернего благослужения не то, что здесь прохладно, не то, что мы видим знакомые лица, может, незнакомые лица, а что на этом месте находится сам Господь. А где находится Господь, там всегда каждый из нас может обрести Божье благословение. Почему? Всегда потому, что может человек и не обрести. Даже в Библии написано, смотрите, что благодать Божия не была принята тщетно. Это бесполезно для каждого из нас. И сегодня вот те, кто пришел на это место, вы не только красивые, не только счастливые, да, не только пришел братьями, поприветствовался, вы братья молодые, да, а вы, что приняли благодать Божию и не тщетно, а потому, что благодать Божия привела каждого из нас в Дом Божий, чтобы мы могли пристать пред Богом. И очень важно понимать, когда же человек становится счастливый после встречи с Господом. Христос сказал такие очень простые, но не важные и актуальные слова для каждого из нас. Он говорил так, блаженны люди, кто слышат Слово Божие, и потом что? Исполняют Его в своей жизни. Я помню, особенно когда был молодым христианином, ну я сейчас, наверное, тоже молодой помню, придешь на богослужение, а с богослужения не идешь, летишь. А прилетишь домой, и бывает приземляешься. Бывает высоко летишь, и сильно больно приземляешься. А потом думаешь, а чего же приземлился? Оказывается, был в Доме Божьем, Господь касался тебя, ты слышал Слово Божие, стало самое важное, прийти домой и исполнить. А как не исполнил, то приземлился. Поэтому, братья и сестры, для каждого из нас есть шанс. На этом месте, услышав Слово Божие, принять его в сердце и получить благословение. В чем? Пойти домой и исполнить Слово Божие на все сто процентов. И мы понимаем, каждым из нас, что основанием благословенной жизни для верующего человека является Слово Божие. Основанием проповеди для каждого проповедника также является Слово Божие. Меня воскресное служение вдохновил один брат, который говорит, братья и сестры, я готовился. Хочу сказать, я тоже готовился. Да, очень важно, да, когда проповедники готовятся. А вы готовились, когда ящики на служение? Или думали, мы придем на служение, и нам все будут тут готово? Кто готовился получить благословение, обязательно получите. А кто пришел непраготовленным, просите у Бога, подготовитесь, и получите также Божие благословение. Когда услышите Слово Божие в свою жизнь, и выйдите, исполните его в своей жизни. Основанием моей проповеди очень важное слово. Один небольшой стих. Первое послание к фессалоникийцам. Пятая глава, шестнадцатый стих. Очень. Два слова небольших, где они написаны, посмотрите. А Слово Божие для нас говорит, что всегда радуйтесь. И нету никаких запятых, нет никаких но, и нет никаких оправданий. И вы согласитесь, что основанием для нашей жизни есть Слово Божие. И если Слово Божие говорит всегда радуйтесь, то, наверное, ну надо хотя бы к этому что? Стремиться, чтоб всегда радоваться. А когда человек не знает, а в чем же радость в его жизни, он будет радоваться, может, по каким-то пустякам. А когда в жизни есть основания настоящей радости, у него не будут радости. Люди в основном радуются от чего? От того, что ценно в их ней жизнь, и оно пришло к ним. Тогда люди радуются. Я помню, было уже, наверное, давновато, где-то около двадцати лет назад, жена моя делилась, пришла сюда в собрание, беседуют с одним дьяконом, смотрит, какой-то он грустный, говорит, а что ты такой, брат, грустный? А что тебе сейчас радаст, если я тебе зубы покажу, да? Улыбнусь. Ну ничего не поменяется в моей жизни, да? А если нету радости, ну радость ты ее в своей жизни не найдешь. Но мы должны понимать, если Слово Божие что-то для нас говорит, это не просто, чтобы заполнить место в Библии, не просто, чтобы дать какое-то красивое наполнение, а Слово Божие говорит, это то, что необходимо для каждого из нас на каждый день нашей жизни. Если мы откроем Псалом 117, 24 стих, то там описан Божий план на каждый день каждого человека. И Слово Божие говорит для нас такие слова. Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся воны. И это уже место Псалмов, и это место также говорит для каждого из нас. Вот этот день четверг сотворил Бог, чтобы мы, как люди Божие, могли возрадоваться и возвеселиться воны. И, наверное, поднимите руки, кто в этот день возрадовался, да? Наверное, каждый из нас возрадовался. Давид говорит так, возрадовался я, когда сказали, пойдем в Дом Божий. А нам не только сказали, а мы уже пришли, то у нас уже двойная радость, да? Даже если пригласили, было бы радость, а уже двойная радость в нашей жизни, что мы находимся с вами в Доме Божьем. Это уже есть очень важная радость для каждого из нас. Но не каждый день мы находимся в Доме Божьем, не каждый день мы находимся на богослужении, но Слово Божие вдохновляет и говорит, для каждого из нас всегда радуйтесь. И мы должны понимать, что если в жизни нету радости, ну, бывают у нас такие моменты, да? У меня бывают. Когда нету радости, то что? И жить не хочется. И оказывается, в жизни всегда есть радость. А когда есть радость, наверное, есть и жизнь в человеке. Но радость должна быть в жизни человека. Настоящая. Потому что люди говорят, ой, что такое скучно, давайте я веселую историю расскажу, да? Ну, расскажет веселую, развеселит, но никакой-то радости нет. Есть такой классический пример, записан какой-то был в литературе, что одна сестричка проповедовала, или братик, и встретила очень грустного человека в городе. Ну, рассказывала про Христа. И говорит, а что вы такой грустный? Ну, говорит, нету настроения. Ну, что-то пробовала, пробовала, ничего не получается. Я говорю, а вы знаете, к нам приехал цирк. Вот я советую, если вы такой грустный, вот зайдите завтра в цирк, и там клоун, он вас развеселит. Она говорит, печально, а что такое? Я и есть этот клоун. Бывает, да, люди всех веселят, а радости нет. Почему? Потому что основанием радости не является тот, кто дает радость. И мы понимаем с каждой из вас, что радость дает только один кто – Господь. И основание радости в нашей жизни, если мы, живя на земле, имеем Бога, то всегда радость будет в нашей жизни. Если не имеем Господа, то озолоти нас всем, чем мы хочем, радости никогда не будет. Когда-то такой писатель русский Александр Сергеевич Пускин написал сказку о рыбаке и золотой рыбке. Но мы видим, там была одна женщина, его жена. И сколько ей не давали материального, никогда радости не было. Поэтому, братья и сестры, если наша радость зависит от погоды, если наша радость зависит от урожая, если наша радость зависит от каких-то финансов, то никогда мы радостны не будет. Радость человека зависит только от одного Бога и от нашего отношения с Ним. И первое послание апостола Иоанна Богослова, первая глава, четвертый стих, также описано на радости и сказано, «Се пишем вам, чтоб радость ваша была совершенна». И Слово Божье открывает для нас, что в жизни человека может быть совершенная радость. Совершенная, это правильная радость, которую усмотрел Господь для каждого из нас. И через что же эта правильная радость, она приходит в жизнь каждого человека. И если открыть предыдущее с первого стиха, то мы узнаем, а когда же совершенная радость приходит в жизнь людей. И я понимаю, раз вы на этом месте, то совершенная радость привела вас сегодня вместе со мной в Дом Божий. Говорит такое Слово Божье Слово о том, что было от начала, что мы слышали, что видели очами, что рассматривали, что жрали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствовали, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Бога, была у Отца, и явилась нам. О том, что мы видели, и о том, что мы слышали, и возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. И дальше это четвертый стих. И это написано, чтобы радость ваша. Радость нашей, братья и сестры, всегда она была совершенна. И она зависит, радость, не от погоды, не от материального неотчета, а зависит, имеет ли Церковь Божия, или имею ли я общение с кем? С самим Господом Иисусом Христом. И, наверное, я ловлю себя на одной мысли, и вы ловите. Сколько раз не читаешь Евангелие, всегда как-то так вот завидуешь всем людям, которые жили в те времена. Кажется, какое же прекрасное было время. Люди жили, и сам Господь ходил по земле. И к кому Он приходил, те люди получали благословение. Одна сестричка, она уже такая в немолодом возрасте, Любовь Георгиевна, соседней церкви, ей было за 80. И она съездила в Израиль. Уже более двух тысяч лет назад, как там ходили ноги Иисуса Христа. Но когда она побыла в той небольшой поездке, наверное, на протяжении двух или трех лет, она рассказывала, какое она там получила благословение. Представляете, прошло две тысячи лет, она побывала на той земле и получила большое благословение. Представляете, какое благословение получали люди, которые были в то время. Но Писание нас вдохновляет, что несмотря на то, что прошло такое время, сегодня на земле есть Церковь Божия, есть братья и сестры, которые имеют общение с Иисусом Христом. И если мы являемся частью такой церкви, если мы в своей жизни имеем общение с такими братьями и сестрами, то мы имеем общение с самим Богом. И в нашей жизни что? Будет радость совершенная, которая не зависит от обстоятельств, а зависит от Бога. Всем и все дающего, и без всякого недостатка. Конечно, слово, которое написано здесь, общение, бывает мы немножко узко понимаем. Допустим, пришел кто-то ко мне в гости, я поставил чай, достал баранков, попили в рот, пообщались. Ну, это ж мы не пообщались, просто попили чайку. А слово общение, как мы читаем в Деянии Святых Откровствов, имели все общее. Самое главное – общее. Общие цели, общее направление и общие пути достижений этих целей. И нас объединил на этом месте Господь. И Господь дает радость для каждого из нас. И в чем радость? Пришли на богослужение, получили радость? Получили. Почему? Исполнили волю Божью. Прожили этот день, не согрешили, получили радость? Да, потому что исполнили волю Божью в своей жизни. И, конечно, проповедовать радости, наверное, может только тот человек, кто имеет радость в своей жизни. Ну, конечно, я, наверное, таким не являюсь, хотя стараюсь иметь общение с Богом, что радость наполняла мою жизнь. И больше всего об этом, наверное, мы читаем в Библии. Говорит апостол Павел, послание к филиппийцам есть такое послание. Если возьмете, разберете, подчеркнете, сколько там мест описано радости, вы подумаете, что это такой счастливый человек, писал, находился в таком прекрасном месте, меня б туда. Меня б туда, в это место. Но хочу сказать, находился он в таком месте, куда вам никому не надо. Только если Кадаму еще в списках проповедовать Евангелие. Он находился в тюрьме. И находясь в тюрьме, человек Божий имел радость, и этой радостью мог поделиться со всем миром. Я помню, с одним братом общался, и он уверовал тоже в вузах, потом пришел к нам в Весиманию, получил благословение, и заболел. Оказался в больнице. Ну, по каким-то причинам был молодой, я его не проведал, но потом, когда он пришел в церковь, спросил, как было в больнице. Знаете, что он сказал? Так хорошо, как в тюрьме. Почему? Потому что целый день имеешь общение с Богом. И не потому, что в тюрьме хорошо, а потому что человек в тюрьме имел встречу и имел общение с Богом. И апостол Павел, находясь в вузах за проповедь Евангелия, имел общение с Богом, и что? Радость наполняла его жизнь. Допустим, о чем я могу хорошо проповедовать? Что надо ехать на машине и пристегиваться. Пристегивайтесь вы. Меня Господь научил. Хочу рассказать такое интересное, хотя мне стыдно, 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 но это было больше 20 лет назад. Наверное, никто уже за это не ошрафует. И тогда такое время было. В Советском Союзе даже машины безлимные были. И когда мы уже садились на эти машины, ну, что-то нам подсказывало, что можно и не пристегиваться. А Слово Божие говорит, что надо соблюдать законы, которые здесь есть на земле. Доходило прямо до того, я братья и сестры, я уже покаялся, открыто говорил, вот останавливает меня инспектор ГАИ, выписывает штраф, я пристегиваюсь, отъезжаю 5 метров и отстегиваюсь. Ну, представляете, служитель церкви, это, конечно, очень-очень неправильно, но как-то в этом жил, как-то ездил, ну, и Бог меня мил. А как меня Господь научил? В очередной раз останавливает меня инспектор, и я ему говорю, ну, поймите, ну, каюсь, по-другому буду, вас Бог любит. Он говорит, я вас узнал. А как вы меня узнал? А вот вы мне Библию дарили, вот в следующий раз вас остановят, позвоните мне, а я вас отмажу. Я краской залился, отъехал, пристегнулся, больше 20 лет не отстегиваюсь, и получаю благословение Божие. Понимаете, что это грех, да? И вот наш пастор Николай Михайлович всегда учил, когда знак превышаешь, то ангел там где-то остается. Я думал, брат такой. Ну, я уже дожил до его возраста, когда он учил, я тоже так езжу, получаю благословение. Заметил, с Николаем Михайловичем не быстро едет, а везде успеет. И это благословение Божие. И проповедовать радости, наверное, может только тот человек, который обрел радость Господи, и который имеет эту радость, и который может делиться этой радостью. Послание к филиппийцам, 3 глава, 1 стих. Там написаны такие слова. Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, для вас назидательно. И Слово Божие говорит, что это назидательно для каждого из нас, чтобы мы радовались о Боге. И 4 глава, 4 стих, тоже очень легко запомнить, филиппийцам 4, 4, сказано немножко по-другому. Радуйтесь всегда в Господе, и еще вам говорю, радуйтесь. Как вам кажется, это об одном и том же, говорит апостол Павел, или о разных вещах? Я так готовился, я смотрел. Как вы скажете, радуйтесь о Господе и радуйтесь в Господе. Как вы скажете, разное? Я понимаю, разное. Когда мы радуемся о Боге, мы радуемся, что Бог есть. Радуемся, что Бог открылся. Радуемся, что Бог любит. Радуемся, что Бог, Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тоньше. Мы радуемся о Боге, о Его делах. А когда мы радуемся в Господе, Мы радуемся о чем? О том, что живя сегодня на земле, мы можем находиться в нем, и что в своей жизни творить дела Божьи. И поэтому, кто сегодня находился в Господе, кто творил дела Божьи, кто прославлял Бога своими делами, поступками, мыслями, вы благословенны. Оказывается, еще можно, знаете, есть дела, поступки, мысли, а еще знаете, о чем очень сложно славить Бога? Эмоциями нашими. Я слышал, есть проповедники эмоциональные, есть неэмоциональные, но попробуйте каждому из нас наступить, кто в автобусах ездит, в автобусе на ногу, и мы узнаем, какие мы из вас христиане. И все то, что есть внутри каждого из нас, оно должно прославлять Бога, когда мы находимся в нем. И послание 1 Иоанна 3 глава 6 стих сказано так, «Всякий, пребывающий в нем, не согрешает, всякий согрешающий не видел его и не познал его». Если мы находимся в Иисусе Христе, то что? Особенность какая? Греха нету в нашей жизни. И, конечно, мы как христиане проходим разные этапы своей жизни, но Господь призвал нас к совершенству. И я вот читал один наш христианский журнал, который вы читаете, и очень я удивился, зная редактора, и он пишет статью заголовную и описывает, как какой-то человек пришел, куда-то к нему рассказывал, ну, как-то по-простому сказать, его оскорбил. И он говорит так, вот видно, что у него эмоции переполняют, если бы он знал, какой я был на язык подвешенный в прошлой жизни, я бы ему высказал, и видно, что он так немножко огорчился, говорит, ну, так как я верующий, я промолчал. Видите, он получил совершенно обратное. Вместо того, чтобы получить в своей жизни благословение на оскорбление, воздать человеку смирением и благословить, он распереживался, так бы я ему сказал. А зная этого, я бы ему еще больше сказал. И так бы ничего хорошего не получилось, в том-то и благословение, в том-то и радость жизни каждого из нас. Если кто-то приходит в нашу жизнь и приносит зло, мы, как люди Божии, можем радоваться в Господе, что на зло не отвечать злом. И в своей жизни через это прославить Господа. И когда мы остаемся верными Богу, то всегда радость наполнит жизнь каждого из нас. Когда, несмотря ни на что, мы остаемся верными Богу, Господь благословляет нас. Не знаю, у вас целый день прошел сегодня, несколько было часов, я понимаю, были те моменты, когда враг подходил, чтобы мы согрешили, и мы остались верны Богу. И что? Господь благословил, и вы никогда об этом не пожалеете. И, конечно, наверное, были такие моменты, когда враг подходил в вашу жизнь, и вы не пободрствовали. И что? И сегодня тоже можете получить благословение. В молитве помолитесь. Господи, прости меня, что я не пободрствовал. Дай мне милость в следующий раз, так не согреши, так не поступи. Дай мне милость в следующий раз тебе оказаться верными. И бывает, в нашей жизни приходят такие тяжелые и трудные времена, что, кажется, даже нету сил их пройти. Нету сил остаться верным Богу. И, конечно, когда все в нашей жизни проходит так, как мы запланировали, мы самые счастливые, мы славим Господа. А когда в нашей жизни идет, ну, совершенно не так, как мы желаем в своей жизни, кто любит с трудностями сталкиваться в своей жизни? Вот я не люблю, честно. Кто из вас любит? Поднимите руки. Вот, девочка одна любит. Да, она благословенна. А знаете, что Слово Божие говорит, когда трудности приходят в жизнь верующего человека? Когда трудности приходят в жизнь церкви? Что церковь должна делать в это время? Кто знает? Кто что? Молиться. Молиться мы всегда должны. А вот когда трудности приходят. А кто знает, какое послание первое получается в Библии написано, святых апостолов. Какого апостола? Якова. Хорошо? Ну, пастор знал, наверное, и вся деканал знали, просто промолчали. Послание Якова. И в первом послании Якова после приветствия есть второй стих, который, наверное, не случайно написан для Церкви Божьей, чтобы мы в своей жизни могли представить или понимать, что мы должны делать, когда в своей жизни сталкиваемся с какой-то тяжелой, трудной обстоятельствами или с действием неопределенной силы, то, что нам не хочется проходить в своей жизни. Слово Божье говорит не то, что я бы вам сказал, не то, чтобы Николай Михайлович сказал и пастор Александр, а Слово Божье говорит нам такие слова. Послание Якова, первая глава, второй стих. Сказаны на такие слова. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. И если бы вы не знали, что-то написано в Библии, и я проповедовал бы на эту тему, и сказал, братья, радуйтесь, когда тяжелые, трудные времена приходят в вашу жизнь. Я понимаю уже пастори и деканал меня позвали вниз и сказали, или туда сказали, ну, что-то не то, брат, проповедовал. Но Слово Божье говорит, что с великой радостью принимайте. И в чем же радоваться, что какие-то трудности, какие-то проблемы, какие-то непоятные обстоятельства пришли в нашу жизнь? Конечно, не этому. Мы должны радоваться, несмотря на то, что пришли в трудности в нашу жизнь. Господь не поменялся. Господь есть. Он любит меня. И если я останусь верным Ему, то Он эти обстоятельства, что? Обратит свою славу. И я помню совершенно недавно, еще даже полгода не прошло, прохожу и проходил тогда еще более тяжелый этап в своей жизни. Так было тяжело и трудно. И, конечно, всегда хотела Слово от Бога. Хотела слышать, что Бог любит, что Бог не оставит. И, думаю, почитаю я послание, где написано, что ничто не может нас отлучить от любви Божьей. Послание к римлянам, наверное, 8 глава. И пока я до этого места дошел, Бог проговорил через другое место. Там написаны такие слова. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Но самое главное, кому написано? Тем, кто любит Бога. Не всем людям, а тем, кто любит Бога. И я тогда, помню, 3-4 ночи я начал анализировать, а люблю я Бога или нет. И когда я все же как-то смог себя убедить, что все же я люблю Бога, и все это показывает, то я понял, что вот та трудность, которая в моей жизни, она все же придет ко благу. И я вижу, прошло уже практически полгода, да, и я вижу, что она содействовала ко благу. Почему? Потому что, несмотря на то, что все было против меня, я в своей жизни любил Бога и старался поступать не так, как мне вздумается, а старался поступать так, как открывал для меня Господь. И мы должны, братья и сестры, понимать, все содействует нам ко благу не тогда, когда мы живем и делаем все, что нам хочется, а когда мы любим Бога и в своей жизни исполняем Его заповеди. Слово Божие всегда дает рецепт для счастья, и какой-то рецепт. Ищите прежде всего Царствие Божие и правды Его, а все остальное приложится в нашу жизнь. Как бы ни было, тяжело и трудно, какие бы ни были обстоятельства против нас, они не должны нас вести с прямого пути Божьего. Несмотря на то, что происходит вокруг, я останусь верным Богу. И это единственный путь, единственный правильный выход для каждого из нас, чтобы иметь счастье кратковременное здесь на земле, и иметь счастье, когда мы придем в вечные обители Господу нашему Иисусу Христу. И апостол Павел, когда писал свое послание Калининской церкви, он рассказывал, что в его жизни также были те обстоятельства, которые ему не нравились. И он писал, что было дано ему, что жало сатаны вплоть. В чем оно выглядело, ну, никто не знает, да. Есть много версий, и если я начну рассказывать про эти версии, то мы, наверное, и закончим наше собрание. Но мы видим, что Павла оно не устраивало, он не смог с этим смириться, и что он в своей молитве обращался к Богу. И написано, трижды я молил Бога, чтоб он избавил меня от него. И трижды это, может, было явно три молитвы, или трижды это что, в полноте до того момента, пока он не получил ответ на свою молитву. И интересно, что же Бог ему ответил. Убрал Бог это жало, убрал Бог проблемы с его жизнью. Господь ответил совершенно по-другому, наверное, даже чем, что и не ожидал апостол в своей жизни. Он сказал, для тебя достаточно моей благодати. Это 2 Коринфянам 12 глава, 9 стих. Но Господь сказал Павлу мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И Бог ему сказал, вот на этот день для тебя достаточно моей Божьей благодати, и сила Божья будет совершаться для тебя, когда ты немощен. И что такое Божья благодать? Мы должны понять, что Божья благодать, она дана нам для того, чтобы мы жили, как нам хочется. А Божья благодать дарована для нас для того, чтобы мы в своей жизни, как вот братья уже молодые говорят, в моменте. Я пока в это слово немножко вникаю, но в данный момент, наверное, я слышал. В моменте есть такое слово, вот молодые понимают, я не понимаю. Чтобы в данный момент благода дана, чтобы мы могли исполнить волю Божию. И почитав это место, и соприкасаясь с тем, что бывает в жизни проходишь тяжелыми трудными ситуациями, бывает, вопьешь Господу, Господи, убери эти обстоятельства, я не могу. Кто из вас бывает так молится? Да, молимся мы такие обстоятельства. А потом ловишься на мысли, ты же обманываешь Бога. Можешь. Бог дает возможность и в этом моменте ему остаться верным, и в этом, и в этом. А почему не можешь? Ну, я не знаю, как вы. Я уже после Советского Союза привык к комфорту, получается, уже печка и свуче, мобильный телефон. Если мне кто-то три гудка не поднял трубку, я уже из лица начинаю на этого человека, да. Привык к комфорту. И могу. На самом деле Бог дает благодать. Какие бы ни были тяжелые и трудные ситуации, а Бог дает благодать. И когда ты не спешишь семиминутно или в моменте решить свою ситуацию, вот молишься, Господи, ответь, чтобы все кругом вокруг тебя. Сойди в колесницы всех моих врагов и стребе. А когда Бог дает свою благодать, и в данный момент ты остаешься верным Богу. И так постепенно, постепенно ты идешь за Господом. Мы видим, что Господь прав. Ты смог. Ты прошел. Ты остался верным Богу. И что? И через это не только ты получил успокоение и радость, но и другие люди получили благословение. И когда мы почитаем книгу пророка Даниила, то мы увидим, что люди оказывались в таких тяжелых и трудных ситуациях. И все было против них. Но они становились верными Богу. И их верность Богу меняла все отношения правителей и других людей по отношению к Господу. И что нам, братья и сестры, делать в своей жизни, когда такие обстоятельства, что, кажется, нету силы их пройти? Надо просить у Бога помощи и милости, чтобы Бог нам дал милость Ему быть верным в данном моменте своей жизни. Интересная картинка мне пришла на телефон. Она бывает так немножко, картинки бывает надоедают, а бывают какие-то и в тему попадают. И один еврей приходит к Равину и говорит, Равин, у меня такие большие проблемы, что я их не могу пройти в своей жизни. И Равина говорит, ну, пошли с тобой побеседуем, получается. Ну, и когда они беседуют, он говорит, знаешь, что Всевышний не дает проблемы больше сил в жизни человека. Говорит, ну, я знаю. Говорит, ну, тогда надо разобраться, или ты можешь пройти эти проблемы, да, или это проблемы не твои проблемы. Ну, и мы должны, братья и сестры, понять, если мы их не можем пройти с помощью Божьей, то это не наши проблемы. А если мы можем, то надо просить Бога, чтобы Бог дал нам силы в данном моменте пройти и остаться Богу верным. И поэтому апостол Павел, находясь в тюрьме, он мог иметь радость Господи и мог оставить нам такие прекрасные слова. Радуйтесь всегда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова